Курский вокзал Клая бетона, что сделало его довольно мрачным И лишь после реконструкции в 2008 году он стал походить в европейские станции Удобный, яркий, с магазинами и кафе, и четкой навигацией Впрочем, преображение вокзалов происходит не только в столице Каждый год десятки тысяч пассажиров, отправляющихся в Крым и Украину, проезжают через Белгород Железнодорожная станция появилась на карте города в 1869 году В то время строилась Курско-Харьковско-Азовская железная дорога Движение по линии Курск-Харьков было открыто 6 июля 1869 А самое первое здание вокзала построили в 1870 Впрочем, сейчас увидеть его можно только на старых фотографиях Вокзал перестраивался, разрушался и строился заново не один раз В 1904 году Белгород посетил император Николай II Именно городской вокзал стал местом его торжественной встречи Спустя еще пять лет здание было масштабно реконструировано Кстати, оно было одним из немногих уцелевших во время Гражданской войны Но, к сожалению, было разрушено во время Великой Отечественной В городе есть музей на колесах, созданный на основе паровоза серии «Э» Который помнит еще Курскую битву В трех старинных вагонах можно посмотреть не только на то, как менялся вокзал на протяжении полутора веков Но и на предметы обихода железнодорожников тех времен Это, к примеру, жезловые аппараты, которые применялись на перегонах Автоматическая, да и полуавтоматическая блокировка по сравнению с ними настоящий хай-тек Жезл, разрешающий составу занять перегон Из такого аппарата можно было достать, только если со следующей станции поступал разрешающий сигнал Если перегон свободен, машинист получал от дежурного по станции вот такой жезл Получал он его прямо на ходу поезда Следующим образом, дежурный по станции вставлял жезл В это устройство, называемое, жезлоподаватель И прямо на ходу передавал его помощникам машиниста В октябре 1943 года вокзал был атакован немецкой авиацией В тот момент на путях стояли воинские эшелоны и цистерны с горючим Загорелись цистерны, начали взорваться боеприпасы Значит, был воинский эшелон с солдатами Все бросились гасить пламя, растаскивать вагоны, чтобы вывезти их на соседние станции И готовы были пожертвовать собой, чтобы спасти воинские эшелоны Спасти удалось далеко не всех В огне погибли не только солдаты, но и множество железнодорожников Потери в тот роковой вечер превысили 100 человек Мне рассказывал очевидец, машинист нашего локомотивного депо Говорит, я не знаю, как там в аду Но, говорит, по-моему, в тот вечер ад не сравнится с тем адом, который был на станции Белгород Конечно, воевали белгородские железнодорожники и на Курской дуге В одной из величайших битв Великой Отечественной В городе находится крупнейшая в Европе диорама, посвященная легендарному сражению В преддверии битвы местными жителями, в основном женщинами и детьми За 32 дня было построено 95 километров железной дороги Именно эта история легла в основу картины «Женщина и война» Александра Самсонова Не имея никаких машин, никаких подъемных кранов, экскаваторов Только плечи, носилки, тачки с землей, кайло и лопата Только этими инструментами женщины и подростки построили дорогу Которая сыграла очень важную роль в победе советских войск в Курской битве После победы в Великой Отечественной войне Белгород получил новый вокзал Со временем оказавшийся слишком маленьким для вновь отстроенного и разросшегося города Так что это здание просуществовало лишь до 80-х Впрочем, к новому вокзалу, построенному в 82-м, у белгородцев тоже были претензии Созданный в актуальном по состоянию на 82-й год стиле, в котором явно читались черты Курского вокзала Он просто не вписался в образ города К тому же, к началу 2000-х здание успело морально устареть и обветшать Так что в 2007 году российские железные дороги инициировали масштабную реконструкцию Масштабную безо всяких преувеличений Площадь комплекса более 8 тысяч квадратных метров Теперь его не узнать Изменения коснулись как здания вокзала, внутри, снаружи, так и пассажирских платформ После реконструкции вокзал принял благообразный и вполне европейский вид На перронах появилась вот такая симпатичная плитка и скамейки, на которых пассажиры могут отдохнуть в ожидании своего поезда Я бывший железнодорожник, очень люблю вокзал А последнее время, когда вот после ремонта, просто с удовольствием прихожу сюда И вот просто пройдусь и душа радуется Очень красиво стало, само здание изменилось Скамеечки, их никогда в жизни не было, вечно там сидели на вот этих, на бордюрах Чисто! Ну, очень хорошо! В общем, спасибо большое строителям Прошла реконструкция вокзала с 2008 года по 2012 год Освоено около 200 миллионов рублей Произведена была замена всех инженерных сетей Были заменены кровли Произведена у нас установка вентилируемого фасада Как на сегодняшний день, это очень современно Вы как знаете, значит, хочу рассказать об информационном обеспечении Эта эвационная технология, это сейчас на сегодняшний день актуально для пассажиров Потому что вокзал огромный, пассажир должен ориентироваться на вокзале Пожалуй, один из главных показателей удобства вокзала – это система навигации В Белгороде она самая современная Яркие и понятные табло позволят без проблем найти интересующее вас место Помимо навигации, информационная система вокзала включает в себя терминалы На которых можно распечатать заранее оплаченные билеты Кроме того, на табло, размещенном в кассовом зале Можно не только посмотреть расписание Но и узнать о наличии свободных мест в том или ином поезде Аккуратная плитка, удобные скамейки, информативная навигация Что ж, эпитет европейский здесь вполне уместен Об этом можно говорить без ложной скромности Но примечательно и другое Белгородский вокзал не единственный в своем роде Преображение станций происходит на всей сети железных дорог России С 2009 года был реконструирован 31 вокзальный комплекс А всего в планах до 2015 года 81 вокзал Была проведена огромная колоссальная работа И это оказалось гораздо сложнее, чем это представляется в теории Ну, как всегда бывает, практика Показала, что очень много вопросов, причем на стадии исследовательской было Сейчас постепенно мы уже выходим на очевидную фазу Когда у нас Ленинградский вокзал в Москве стоит в лесах А уже порядка 30 вокзалов и в регионах они уже приятно радуют глаз Модернизация вокзальных комплексов на 70% финансируется за счет привлеченных средств Так что темп реконструкции во многом зависит от воли региональных властей Активное строительство ведется там, где местная администрация понимает, что город начинается с вокзала Современная транспортная инфраструктура – решающий фактор развития и экономического роста самого города В каком-то смысле вокзал – это зеркало эпохи Он должен динамично развиваться без привязки к географии Где бы он ни находился – на границе России или в Москве Он должен соответствовать духу времени и запросам своих современников Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова